Тот случай, когда вид из окна самый лучший, ведь он из твоего дома. Актеры-солисты театра мускомедии Михаил Лямин, сыгравший Ползунова, Юлия Пермякова, их сын Ваня, первый, кто поднялся в будущую квартиру. Мечты о своем жилье актеры два года вынашивали в стенах общежития, как и их коллеги. Скажем, вот такое пространство, и здесь у нас муж, у меня как настоящий Ползунов, он делает все дома сам, он сделал, сколотил такой столик, здесь машинка, здесь плита, здесь раковина, все очень удобно, все рядом, но вдвоем поместиться там очень сложно. Мы в общежитии живем, у нас и кухня, и туалет, и комната составляют вот эту всю площадь, а это всего лишь одна комната здесь. Сейчас жилье, это как чуть ли не смысл жизни для молодой семьи. В этом году строительство 16-этажного дома культуры внесли в краевую адресную инвест-программу. На него выделили почти 300 миллионов рублей. Официально очереди на жилье среди работников культуры нет, но потребность в квадратах огромная. Служебное жилье обеспечит квартирами сразу 91 семью, то есть сотни ведущих артистов. Большой у нас был отток молодых артистов, музыкантов, хореографов, другие регионы. Мы решили эту историю развернуть в обратную сторону, чтобы наши выпускники оставались здесь. Первое и самое главное – это жилье. Многоэтажку строят почти в центре, на улице Сизова, неподалеку от главных объектов культуры. Сейчас строители возводят технический этаж, после этого займутся отделкой. Это быстро возводимое жилье, но и с другой стороны оно детально проработано внутри квартиры, помещения. То есть оно удобно по самому расположению комнат. Комнаты квадратные, комнаты светлые, с большими окнами. Больше 20 квартир выделили театру мускомедии. Это самая большая квота. Также квадраты получат актеры театров драмы, кукол, филармония, оркестр Сибири, ансамбль Алтай, а также преподаватели артистов. Дом культуры должны сдать уже в этом году. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.